Очень классная камера. Эй, мальчик, ты знаешь, что у тебя классная камера? Точно? Да. Блин, какой я долгий. Хотел же побыстрее с этими футболками всё разрулить. Гляжу, уже осень. Да, неплохо у меня получается. Я пришёл туда, где произойдёт отжиг первой партии. Это место насквозь пропитывает духом DIY, где он собрал мастерскую по крупицам и замутил собственное мини-производство. Я считаю, что это как нельзя лучше подходит для реализации этого принта. Весь этот движ здорово подчёркивает дух и настроение картинки. Перед тем, как начать сам процесс отжига, стоит сначала всё хорошенечко подготовить. Подкорректировать исходники. Распечатать их на специальной сублимационной бумаге. Это не простая бумага. Нет, нет, нет. Обе её стороны кардинально отличаются друг от друга. И только одна используется в роли передающего носителя изображения. Этот метод печати называется термо-трансферным. Принцип заключается в том, что под воздействием сильного нагрева происходит процесс сублимации. Это переход краски в газообразное состояние. В таком виде чернила проникают в поверхность и прочно закрепляются там. При довольно жёсткой температуре. Около 200 градусов по Цельсию. Сверху также располагаются разные прослоечки. Если честно, мне не особо хочется прям так сильно вдаваться в эти все технические подробности. Мне скорее важен результат. Блин, ну поехали, с богом хули. Так, первую всрали. Нормально. Куда без этого. Дело оказалось в том, что пресс был настроен немножко иначе. Ввиду специфики предыдущего проекта. Короче, неважно. Димон всё сразу же пофиксил. Благо заготовки ещё есть в наличии. Второй подход. Ого, уже вижу. Здоровый цвет. О да. О да. Вот, это считается нормально перешёл. Потому что я режим уже попробовал. Бумага становится такая, думаю, вощёная вообще. Бумага выглядит подкопчёной. Ну всё, теперь она уже больше никуда не годится. Разве что только на стену. Ну вот, смотри, ровничка. Издатель. Кстати, такой вид печати является довольно долговечным. На мой взгляд, это важно. Но это ещё не всё. На загривке мы расположим наше фирменное лого, чтобы всем было понятно, чьих это рук дело. Тут принцип точно такой же. Разница только в размере. В производстве куча всяких тонкостей. Одна из них – это необходимость отзеркалить изображение. Дома на изделии всё читалось правильно. Но это только верхушка айсберга. Большая часть фишечек постигается непосредственно на практике. Как, собственно, и в любом другом деле. Если ты серьёзно этим занимаешься. Не забыл засечь. Не совсем, не совсем. Не совсем. Ещё можно дожечь, она прилипла хорошенечко. Ну, теперь да. Угу. Ну, заебца. Охуенье. Ну, видишь, ну, вот эта хуйня, она только соседка, короче, отойдёт. Да. Рамка от бумаги. Угу. Это-то, это, блядь, этого не избежать. Ну всё, по мерчухе я упаковался. Стикеросы, футболки, теперь всё есть. И то, и другое вы можете хапнуть в группе. Ммм, кстати, забыл упомянуть. Маечки-то у нас limited edition. Их всего пять штук. Размеры и точную информацию смотрите в описании позиции. Так что не упустите шанс забрать свою. Пришло время определить, кто тут такой умничка и суперхудожник. Все собираемся на голосование, чей рама получился круче. Опрос, разумеется, проведём в группе. И победителя, конечно же, ждут призы от нас. Плюс его работа будет включена в состав второго стикер-пака, который мы обязательно дропнем. Ну, скажем, в начале девятнадцатого года. ХЗ. Вот. И если вам нравится то, что мы делаем, то донаты не возбраняются. Всех обязательно вспомним добрым словом в следующем видеоролике. Ссылочка будет в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...